В Латвии предложили запретить тикток. Наконец-то нахуй. Но почему нервные тут все? Кто в этом ебучем тиктоке увидит, что корень за 10 тысяч на частном самолете летает? То, что с железной дороги 5 миллиардов евро спиздили? Рождаемости нет. Армия мешки закупила, чтобы хранить местных жителей. Собак в случае войны в бункера брать нельзя. Бабки идут сдавать латышески, а потом в депортацию. Чипсы в максимуме. Эти евро. Дорогам в Риге пизда. Андрейка ёпта по-английски заговорил. А ну его в пизду, этот ваш тикток. На самом деле, если говорить серьезно, это такой кринж, что автор, который подал эту инициативу, зацепился именно за тикток. Платформу, которая просто переозвучивает новости с новостных порталов. То есть то, что происходит в Телеграме, его вообще не смущает. Если бы он хоть немного вдуплял за тикток, он бы понимал, что авторы, которые туда снимают, не имеют возможности говорить и 80% того, что они думают. За любую фигню на этой платформе эскалацию, радикализацию, агрессию ты получаешь банк. Если безопасности страны угрожает плюшевое, безобидное, вылизанное мнение каких-то ноунеймов из интернета, которых вы уже половину пересажали, а другая половина свалила в Беларусь. В стране с каждым годом меньше жителей, меньше специалистов, все больше цен. Чтобы спасти страну от всех этих проблем, вы боретесь с его главной угрозой и причиной следственной связью тиктоком, блять.